Этот аромат, этот запах. Попробуй пробраться на кухню аккуратно. Давай. Ладно. Уже поплакали, пообнимались, потому что все знают их. Эту семью. У меня вообще интрига была. Когда мы сюда ехали, первое видео я сделала, что мы едем в Пермь, потом едем к кому? Кому? Неизвестного. Сейчас мне нужно завершить. Сейчас буквально 3 секунды покажем и приступим к нашей застолью. Писунчики. Писунчики, да, уже многие их знают. Я их так и не жарила. У меня прям руки теряются. Леона, Леона, ты сама походишь и мы начинаем снимать пискомат. Торжественный момент. Открываем торт, сделанный профессионалом. Какая красота. А понюхать его, ну-ка. Говорят, так вкусно пахнет. Да. Да, правда вкусно. Сейчас будем резать. Да. Да, реально вкусно же пахнет. Так, мы по пицце еще решили ударить, по пермской. Она же... Это папоронь? Нет, это с креветками. А, это с морепродуктами. Смотрите, какая классная. Она тоненькая. Мне кажется, очень. И с этими... Леона не любит. С кальмон... С осьминогами, с осьминогами. И вот еще папоронь, как классно пахнет. У нас все участки грязные. Обязательно... Чистим с утра машину. Фары, чтобы были чистые. Лобовое стекло. Сейчас в этом стоит в паркинге. Так ты забыла, наверное, как ее чистить даже. Потому что там-то так удобно все это. Мы помоем сегодня. Ну, сегодня помоем. Сейчас доедем обратно. Они, кстати, живут в других климатических условиях. Сегодня мне написали, что не представляю, сколько денег надо, чтобы содержать. Потом помыть ее. Жидкости купить. Жидкости купить для омывания стекол. Не замерзайка сейчас. Тоже денег дороже стоит, чем обычная вода. В общем, все в деньги. Ну, на мойку вообще много денег уходит. Вроде и на чистой-то не ешь, а все время моешь, моешь. Пять метров проехала, она опять грязная. Удовольствия даже не получишь, когда машина-то чистая. Бывает очень редко. Поверните направо, а затем поверните налево. Так, мы... Так, все, мы выехали от Олега. Таким хорошим внутренним состоянием. Пермь нам понравилась, в принципе, как Екатеринбург. Такой же городок. Большой, доброжелательный. Доброжелательный, такие люди хорошие. Дома такие же. Ну, вообще, очень похож на Екатеринбург. Погодка. Погода, да. Погадка. Погадские городки. Да. И, конечно, вот вчера вспоминали, как мы познакомились с Олегом. Ну, кому интересно, расскажу быстренько. И еще раз убедилась, что вот если человек хочет жить хорошо, стремится к чему-то, у него все получится. И я с того времени, как приехала в Америку, я столько людей сейчас вижу, которые, ну, просто восхищаешься их целеустремленностью, руки не опускать, с такими все историями. И все добились в жизни того, чего хотели. Вот в Америке прямо скопище их. И это все я онлайн познакомилась. Это было уже 5 лет назад. Олега тогда канал он открывал. И какое-то видео я посмотрела. Вот такую же погоду показывал он за окном. Я посмотрела и так что-то прямо, ну, как свой город увидела. Написала ему, он не прочитал сообщения, а потом прочитал, написал мне. И вот я сейчас уже даже не помню. Просто переписка, что ли у нас завязалась. А узнала я его от Юрия Мельникова, был такой блогер. И он собирал тогда с Америки вещи, а у них Леона годика два было, дочки. И вот он отправлял. И я так вот перешла от одного блогера на Олега. По рекламе, которую вы так не любите. Вот реклама это... Есть возможность познакомиться с людьми, с которыми вы никогда бы в жизни не встретились. О, кошмар! Все, вот, дурочек нет, не пофигеть. О, ужас. Он показал. Хорошо, что мы на левый проехали. Вот придурок. Вот прям вот чуть надоед, их на женщину и детьми не занесу. Кошмар. Ну, развернула прям по этой жиже его. На девятке, но... На какой девятке это старый? Мерседес. А, Мерседес был даже. Ну, черная такая. И вот, когда с Олегом мы познакомились, вы представляете, вот он жил на пенсию, 6 тысяч рублей, Наташа у него там бегала, работала после декрета, не знаю даже где. И вот, представляете, у человека пенсия 6 тысяч, и вот у Олега ботинок даже не было, компьютера не было. И когда появилась возможность онлайн продвигать себя, искать какую-то работу, он раньше никогда не сидел. Он раньше продавал квартиры через газеты, как посредником выступал. Еще на многих предприятиях работал, такого плана, где просто нужно там звонками перезваниваться, продавать, да, что-то, быть посредником. Вот никогда не сидел, чтобы опустились руки. И я, конечно, на него дам ссылку в конце видео и под видео. Можете перейти и зачитаетесь его в инстаграме. Я просто коротко сейчас скажу, что он много что пытался делать. И вот на все это у него ушло где-то лет, лет 7. На то, чтобы найти свое предназначение. И когда он начал вести инстаграм, года 2, ведь, да, назад? Инстаграм, да. Да. И я начала его читать, и я не могла поверить, что это тот же самый Олег. Потому что такой классный у него стиль, письма, грамотно. У вас красиво. Так он классно, да, это пишет. Оказывается, у него со школы это была такая его фишка, что он очень хорошо писал сочинения, рассказы. И все, и вот он начал писать. И у него инстаграм прямо пошел вверх. И мы тут едем, и вот ему звезды. Сейчас он переписывается с ними. Вчера слышали Валерию сообщения. Она все время ему тоже скидывает. Да, прорекламировала его также в Москве. И мы вчера сидим. И невозможно поверить, что человек в Перми, вот Олег сидит и общается с Валерией, как, ну, с хорошей знакомой. И насколько сейчас мир открыт для всех. Просто нужно это брать и делать. И вот кто в отчаянии, кто сидит, стонет, я все время его хвалю. И вам даю страничку, чтобы вы понимали, в каком вы совершенно выгодном положении, по сравнению с некоторыми людьми, которые хотели бы сделать, побежать. Они не могут, но, тем не менее, они живут лучше вас. Вот задумайтесь об этом. И поэтому, когда начинаете стонать, ой, у меня депрессия, у меня стимула нету. Кто меня простимулирует? Мне нужно найти человека, который меня простимулирует. Вот что лучше может быть стимула, когда вы хотите сами хорошо жить. Вы хотите, чтобы дети ваши хорошо жили, родители. Это и есть самый главный стимул. Вы что, сами себя не можете простимулировать? Мечту себе какую-то сделать и идти к ней. Люди хотят очень быстрых результатов многие. Им кажется, они вот сейчас заведут страничку, и все, у них прям попрет. Там миллионные просмотры, подписчики начнут идти. Я вам хочу сказать, как вот у Олега шел этот процесс. Это все очень постепенно. Вот он завел YouTube, начал общаться с блогерами. Как я сказала, у него там денег на ботинок у них не было, на ботинке. Потом появились деньги на ботинки. Потом появились деньги на компьютер. Они купили компьютер. Потом какой-то ремонт сделали. Потом Олег накопил денег и отправил Наташу в Испанию. Два раза, по-моему, с Леоной они съездили. Он сам не ездил. Потом я помню, как они получали визу в Америку. Это вообще был такой процесс сложный. Они подавали в Екатеринбурге. Там, по-моему, не приспособлено, что ли, от инвалидов. Отказали. Сказали, едьте в Москву. Вы представляете, они поехали в Москву за визой в Америку. И им там дали. И вот потом Наташа съездила в Испанию два раза и сказала, все, я больше не поеду одна. Если поедем, то только вдвоем. И вот это такое преодоление было у него. Он же никогда не ездил на инвалидной коляске вот в такие длительные путешествия еще за границу. И также это было такое решение, очень сложное. И вот они съездили в Испанию первый раз. Это тоже такая победа была у них. Вот потом второй раз они съездили. Да? Два раза, по-моему, они уже съездили. И вот на все это уходят года. Да, это ушло сколько? Лет семь. Потому что человек двигается шагами, такими мелкими. Один, второй, третий. Это не приходит нигде сразу. Моментально. Поэтому приготовьтесь на процесс, на терпение. Где-то не будет получаться. Где-то нужно будет опять встать, отряхнуться и идти дальше. Как только вы опустите руки, все. Это самое легкое. Мы в полном восторге. Так рады, что встретились. Вчера поели пирожки. Я сделала здесь видео небольшие. Так поговорили. Опять для души наши эти все русские застолья. Правда, выпили так немало. Сегодня не очень себя чувствуем. Но, тем не менее, классно все было. Смотрите, какая красота. Слушайте, вот такая дорога, конечно, просто опаснейшая. Это вот хорошо. Тут две полосы, да? А когда навстречу сейчас поедут, это носит машины. Я вот так за руку держусь. Да, в облево все стороны, да. Вывернет куда-нибудь. Пожиже по этой, как закрутит. Да, перестраивается. Вон, что, видите, куда он поехал. Мотать сейчас. Потому что это в этот лицо. Да и АК, на сколько будет тут 20 км в час ехать. Офигеть. Вот не чистят, видите, не почищены ничего. Это опасно вообще. По этой жиже. Машмар. Попушки, попушки. Попробуй, американцы, на такую дорогу поставь с Калифорнией. Рим, вы сейчас, наверное, сидел. Да он вообще в этом масса шоу. Заехали вот в такое заправочное кафе. Вообще так удобно. Смотрите, везде есть для Wi-Fi, для зарядки телефонов. Потом вот такие столики. Также очень удобно. Мусорницы вот так стоят. Ни на никуда бежать. Там что-то выбрасывает. Раз, да, бумажку. Лена энергайзер пьет. Я вообще вся расклеилась. Никакая. Все тело ломит. Нос заложен, горло болит. Я готова. Да, террафлю отзела с кипятком. Всю дорогу пью. Уехали в город. Посмотрите, у нас как чисто. Лена уже все больше не может. Еле доезжает. Устала ужасно. У меня еще колени болят. Заехали. Посмотрите, какой у нас чистый город. А это потому, что Единая Россия пришла к власти. Врали. Сейчас стали выделять деньги. Евгения Ройзмана, народного мэра, у нас больше нет. Ему деньги не давали. А вот сейчас... Ну вот для людей-то, конечно, это лучше. Все равно новый... Сейчас таксопарк у нас обновят. Новый автобус, троллейбус, трамвай запустили. И чисто стало, да. Поэтому, конечно... Заметно очень. Заметно, согласна. Вон, все убрано. Никаких куч нету, мяшек. Возят. Шикарно. Приехала, как свинья. Как свинья, то ли приехала. Поезд упал. Вся, 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 из-за колосец. Ты не умеешь здесь жить. Я тоже. У нас машина все. Бывайте, взял, лазишь, кошмар. Пошла поезд стереть. Я тоже умею. Да, я его закрою на шипе. Приехали на мойку конвейерную. Здесь называется. Бесконтактная. 400 рублей, да? Еще и можно пропылесосить внутри. Правда, сыр у нас. Че? А, да. Вот так сбивают грязь сначала. А потом там щетки. А потом... Когда мы заедем, сразу снимай. Ага. Видите, я испортила всю штуку. У меня оказывается. Думаю, как так я его испачкала? Оказывается, я второй раз села и опять... Ты ее так любила? Да, зажала дверями. Он снаружи оказался и всю грязь собирал. Поехали. До машины ехал. Кочмар. Снимай, мы будем снимать. Снимай, снимай. Как фигурно. Знаешь, 400 рублей не жалко. Ну, потому что мерзнуть-то мыть, это же ужас. Ну да, мы же мыли-то последний раз. Конечно. Это вообще издевательный. Это очень круто. Вон, че, так, груди еще. Дикольно в машине сидеть перед домом. А, это очень... Потому что... Мы не едем. Тут другие правила. Мы вообще не едем. Мама даже к рулю не прикасается. Мы сами едем. Офигеть. Мама даже к рулю не прикасается. Фантастико. Смотри. А мы едем. Мы едем. Мы едем. Мы едем. Я ничего не вижу. Я ничего не вижу. Куда мы едем? О боже, боже. О! 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 Что такое Оля? Снимай. Снимай. Сними, Тон. Вон, я снимаю сзади то же самое. Да вперед смотри. Да вперед смотри. Офигеть. Смотри. Оля, сними. Да я снимаю всю. Да вперед смотри. Да вперед не снимай. Смотри, смотри, смотри. Это конец света. Конец света. Оля, бери. Стихи. Си, си карнили. Сиди. Смотри, телесликом. Видит смотри. Охо. 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 Прикольно. Ваще. Такое чувство как будто конец света. все я так заболела что мама не горюй это ужас как еле доехали ой слушайте мы доехали наконец-то я до кровати или добрылась я столько выпила этого тераплю там еще какие-то эти лекарства всю дорогу пила сейчас приехала легла в постель и рик звонит я трубку то взеваю вот таким голосом ему говорю халло хай и вы знаете он мне кажется его это бесит уже потому что я всегда когда приезжаю я он вот меня видит всегда в таком состоянии я тут болею же постоянно и он такой горит ты чё опять заболела я говорю да он говорит тут 75 градусов тепла тут горит замечательная погода свой счет там долго так делаешь но ой я вижу что ему не очень это всегда нравится но я подумала о другом вот представляете девочки как тяжело русской женщине выглядеть хорошо в россии вот переписываться с американцем ему там каждый вечер быть при параде пол двенадцатого ночи раз у нас тут ночь него утро и вот ты должен был вот я должна была выглядеть всегда хорошо чтобы ему не показывать вот эту вот жизнь которая у меня была то я заболела то там канализация эту машину сломали и он посмотрел видео с канализации он говорит боже моя принцесса нелли как она там переживала как кричала что ее там топит этим я ему говорю знаешь что говорю тебя там скукотища думаете что вот он делает он собирается на гольф ну как всегда кофе там готовит говорит поехал на соревнования я ему сказал что у тебя все однообразно и скучно в твоей америке вот и все говорит мне нравится он говорит п